МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Эфир канала ОТС продолжают информационные итоги дня. В студии Екатерина Тихомирова. Здравствуйте. Коротко о главных темах этого выпуска. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Сегодня на одной из улиц Новосибирска к осадкам снежным добавились водяные, правда, не с неба, а из трубы, которую прорвало возле одного из домов по улице Бориса Богаткова. Ручьи на проезжей части и каток на тротуарах. Почему в середине февраля в Новосибирске затопило улицы? Окрестные жители считают, что кирпичную прокладку между двумя зданиями нужно разобрать, а вот в мэрии полагают, что технически это невозможно, и дом необходимо сдать, повесив на него табличку, памятник точной застройки. Пристройка к четырем этажам оказалась высотой в 13. Кому в центре города понадобилась столь плотная застройка? Стена к стене. Обратите внимание на гири, которые были сделаны уже здесь, в Новосибирске. Эти гири сделаны из банок, из свиной тушенки. Наручные часы олимпийских чемпионов и хронометр производства Ленинградского завода. Чем удивит посетителей новая выставка в Краевическом музее. Уроженка Новосибирской области Ирина Казакевич в составе женской сборной на биатлонной эстафете сегодня стала серебряным призером Олимпиады в Пекине. Ирина бежала на первом этапе. Спортсменка Казакевич родилась в Берске, позже вместе с родителем переехала в Омск, а теперь живет в Екатеринбурге и выступает за Свердловскую область. К сожалению, не попала в состав российской эстафетной команды новосибирская биатлонистка Евгения Буртасова, зато в хоккейном турнире вышли в полуфинал и претендуют на медали Олимпиады два хоккеиста Сибири. Защитник Михаил Чайковский, его сборная Словакии по булитам победила американцев и Харри Сятери, защищавший ворота финнов в четвертьфинале Швейцарии. Будем болеть за наших. Другим темам. Дефицит кадров в медицине сегодня колоссальный. Две с половиной тысячи врачей, почти полтора раза больше, недостача людей в среднем звене. На ситуацию в сфере повлияла пандемия. В этом году в Министерстве здравоохранения намерены усовершенствовать систему набора кадров. Внимание к целевому обучению специалистов и наставничеству. Мы продолжаем экстренно реагировать на вызовы пандемии, вызванные распространением новой коронавирусной инфекции. Распространение коронавирусной инфекции заставило нас принимать жесткие, но выверенные решения, которые не только обеспечили безопасность и максимальную защиту здоровья новосибирцев, но и сохранили устойчивость экономики. Уже в этом году участвовать в федеральных программах «Земский доктор» и «Фельчер» смогут медицинские сестры и акушерки. Не оставят без внимания и формирования кадрового резерва руководителей медорганизаций. Поддержать наших медиков, которые несли колоссальную и разностороннюю нагрузку, нагрузку физическую, потому что переработки стали не исключением, а нормой. И в продолжение темы. Ежегодно в Новосибирской области строят не меньше 30 фельдшерско-акушерских пунктов. Это решение проблемы больших расстояний, чтобы получить медпомощь. Пациентам уже не нужно ехать в райцентр. О том, как готовят к открытию новый ФАП в селе Красноглинное, Сергей Толмачев расскажет. Ближайшая поликлиника для жителей села Красноглинного в пяти километрах в городе Опе. Вроде бы расстояние небольшое, но по каждому поводу не наездишься. И вот теперь первичная медицинская помощь становится ближе в шаговой доступности. Новый медицинский пункт – это 150 квадратных метров, два смотровых кабинета и квартира для врача. Типовой проект пришлось переделывать под местные условия, чтобы и энергии хватило, и воды. А тепло сберегут специальные технологии. Высокоэффективный материал, который применяется и в условиях Крайнего Севера, и у нас здесь в Сибири активно его используют, что позволяет при небольшом вложении по мощности отопления получать эффективность. Оборудования пока нет. Нужно сначала закончить внутренние работы, и только потом его установят. Здесь будет первичный осмотр. Потом, при необходимости, пациентов отправят к узким специалистам в поликлинику. У фельдшера прямая связь. Рожать здесь нельзя, но при экстренных родах акушерка может и принять, потому что также будет находиться все необходимое для осмотра женщин. Вести прием гинекологических женщин, ну, это определенный набор обследований здесь, узкий такой можно сделать, и женщин, которые находятся беременны, то есть на учете состоят. По нацпроекту здравоохранения в нашей области строят такие пункты в каждом районе. В агломерации в Новосибирске, то есть в территории, прилегающей к городу Новосибирску, это, значит, где самые крупные поселения у нас находятся, мы строим амбулатории, поликлиники, то есть в большом количестве по нацпроекту здоровья. ПАПов порядка 30 в год мы вводим, ну, когда чуть поменьше, когда чуть побольше, но вот такая программа. В этом году планируем порядка 40 вести. В Красноглинном первых пациентов примут в конце марта. Врача ищут среди местных медиков. В селе живут 1300 человек, и для каждого из них милицинская помощь станет доступнее. Сергей Толмачев, Евгений Павлов, Новости ОТС. В Дзержинском районе Новосибирска из-за порыва трубы сегодня утром вода из подземной коммуникации вырвалась на поверхность. Затопило несколько улиц. Реки, по словам очевидцев, текли недолго. Сегодня морозы. Через несколько часов там образовалась ледяная корка. С места ЧП Екатерина Новгородцева. Сегодня на одной из улиц Новосибирска к осадкам снежным добавились водяные. Правда, не с неба, а из трубы, которую прорвало возле одного из домов по улице Бориса Богаткова. Местные жители заметили воду на улице около 8 утра. Тотчас же обратились в Горводоканал. Основная часть воды пошла на проезжую часть улицы Федосеева. Дом Бориса Богаткова 185 находится чуть выше по склону. Трубу возле него прорвало еще рано утром. Ручьи до сих пор стекают вниз, прямо к школе. Рядом проходит пешеходная дорожка. Правда, к ночи она, вероятно, превратится в каток. Вода пошла из колодцев, заходила во дворы и в некоторых местах почти дошла до подъездов. По предварительной оценке, авария произошла на чугунной трубе диаметром 150 мм. Сейчас на месте ЧП работают коммунальщики, а дорогу расчищают тракторы. Утром, когда я привез ребенка в школу, здесь было более интенсивно, скажем так, вот эти водные потоки с паром. Тут такое вообще плохое место. Сами видите, и снег плохо убирают, и прорывают тут периодически. Задвижки уже перекрыли. Воду, которая попала в колодцы, откачивает спецтехника. Из-за аварии от холодного водоснабжения отключат шесть многоэтажек. Для жителей обещают организовать подвоз воды. После восьми вечера начнут раскопки, чтобы найти место порыва. Устранить ЧП должны в течение суток. Екатерина Новгородцева, Андрей Руднев, Новости ОТС. Почти миллион рублей столько будут стоить в этом году услуги аккредитованных лабораторий для Министерства природных ресурсов и экологии нашей области. Заключили контракт на обслуживание. Речь о выполнении химико-аналитических исследований, атмосферного воздуха, промышленных выбросов, природных и сточных вод, а также отходов. Но это не означает, что структуры Министерства природных ресурсов и экологии региона будут брать пробы по первому зову гаражам. Во-первых, полномочия по контролю за состоянием окружающей среды делят между собой несколько госструктур. Во-вторых, финансовые возможности областного министерства ограничены. Кроме того, и это, пожалуй, один из основных моментов, есть дефицит нормативно-правовых актов. По части разных запахов, например. А этот момент вызывает беспокойство многих новосибирцев. В прошлом году на эту тему даже заказали целое исследование. То есть эта область сейчас абсолютно белая. Наказать за какой-то запах нельзя. Поэтому надзор и запахи – это две совершенно разные вещи. Тот контракт, который был заключен по запахам, да, то есть он больше носит это в НИОХ, научно-исследовательская организация, САРАН, замечательная, с прекрасной репутацией, с прекрасными возможностями по исследованиям. Но это научная организация. Эти исследования, которые проводились, они больше связаны с наукой, с подготовкой базы для того, чтобы потом возможно создать нормативно-правовый акт, который бы это регулировал. Влезли куда хотели, не обращая внимания на соседей. Возмущения жителей не повлияли на возведение здания на улице Урицкого. Нового дома. Стена к стене, к существующим. Что интересно, рядом с такой многоэтажкой уже не благоустроить ни парковку, ни двор, ни детскую площадку. Александр Попов продолжит тему. Снести нельзя достроить. Снести нельзя достроить. По отношению к пристройке 19-го дома на улице Урицкого, запятую ставят в разных местах. Окрестные жители считают, что кирпичную прокладку между двумя зданиями нужно разобрать. А вот в мэрии полагают, что технически это невозможно. И дом необходимо сдать. Повесив на него табличку «Памятник точной застройки». А если быть еще точнее, то два памятника, которые несколько лет отбирали друг у друга, пальму первенства. Сначала дали разрешение на возведение именно этой пристройки. Удивляет уже тот факт, что пристройка к четырем этажам оказалась высотой в 13. Но быстрее оказался другой сосед, который возвел рядом здание еще выше. Ну, все зависит от финансирования же. Вот. Денег больше было, поэтому быстрее нас. Ну, а раз не успели, то пришлось уже вписываться в оставшееся узкое пространство. И в погоне за квадратными метрами соседи не учитывались. Вот, видели трещинку. Вот если вы снимете, вы это увидите. Не пострадали только два подъезда. Итогом уплотнения стали трещины в двух домах и нагрузка на коммуникации. Постоянно затапливают подвалы. По два-три года коммуникации скапывают. И вот теперь уплотнительная застройка может стать еще плотнее. Совсем недавно на публичных слушаниях отстающий дом было решено достроить. Городские власти не учли ни мнения жителей, ни итоги экспертиз, нашедших нарушения. В январе этого года вы мне официально ответили, что да, нарушение, да, строить нельзя, а через три недели уже можно. Если смотреть из моих окон, то там видно, как это все криво и косо построено. Люди, которые хотят здесь жить, они вообще приходили сюда, смотрели, как можно жить безопасно в этом доме. При этом суд железнодорожного района в свое время даже выносил решение о сносе трехэтажей новостройки, которая уперлась в балконы соседей. Но тут же появилась экспертиза, которая говорит, что это невозможно. Особо хочу отметить, что обеспечить безопасность снятия разобранных конструкций с указанной высоты не предоставляется возможным. Тот факт, что нет места для парковок и двора, застройщика не смущает. Мол, места для машин мы нашли через дом на улице Щетинкино, а детскую площадку возьмем имеющуюся в сквере «Водник». Будем обслуживать эту площадку, соответственно, приведем ее в порядок, вот, она будет чиститься. Кстати, из-за депутатских баталий на прошедших публичных слушаниях один из народных избранников вызвал другого на дуэль. Выбор оружия пал на перфораторы. А чтобы никто из них не пострадал, бой предложено вести со стенкой злополучной пристройки. Кто больше разрушит? Александр Попов, Алексей Баженов, Новости ОТС. В эфире новости, смотрите далее в нашем выпуске. Старую бетонную трубу никуда девать не планируют. Ее оставят под землей, а внутрь нее поместят вот такие вот полиэтиленовые вкладыши. В школьные автобусы перевозят самых важных пассажиров, поэтому и требования к ним предъявляют особенные. Инспекторы проверяют не только работу двигателя, тормозной и ходовой системы, но также обращают внимание на состояние ремней в салоне, на работу дворников и омывателей. Еще вчера здесь были люди, а сегодня покататься можно только на ногах. Прокат коньков закрыт, вагончик, в котором он располагался, уже начали разбирать. Орудия приготовить к залпам в честь Дня защитника Отечества в Новосибирске дадут артиллерийский салют. Как сообщили в пресс-службе Центрального военного округа, три десятка залпов выпустят гаубицы, 800 фейерверков салютной установки. Военные будут использовать 122-мм орудия Д-30 и пусковые системы 2А85 на базе автомобиля КАМАЗ. Салютовать 23 февраля будут в 9 часов вечера в течение 20 минут. Реконструкцию 200-метрового участка канализации проводят в Новосибирске на улице Нарымской. Этот коллектор обеспечивает отвод канализационных вод Зельцовского и Железнодорожного районов. Объект важный. Подробности в сюжете Дмитрия Антипова. Сегодня ремонтируют напорные трубопроводы и самотечный коллектор. Для доступа к трубам пришлось выкопать ямы глубиной в несколько метров. Далее в старые бетонные трубы поместят новые полиэтиленовые. Мы сегодня находимся на финальной практически стадии работ. Буквально сегодня-завтра закончится санация трубопровода, протаскивание этих полиэтиленовых отрезков. И после этого приступим к приему бетонной смеси. Несмотря на то, что внутренний диаметр труб уменьшится, пропускная способность останется прежней. Это благодаря тому, что внутренняя поверхность полиэтиленовых труб абсолютно гладкая и не мешает току сточных вод. Этот коллектор собирает здесь с трех микрорайонов стоки. И поэтому от его работы критично важна работа всей системы. Коммунальщикам пришлось работать в стесненных условиях. И при этом не затормозить движение на загруженной улице. Ремонт трубопровода позволит системе канализации стабильно справляться с нагрузками от близлежащих жилмассивов. Закончить все работы планируют к середине марта. Сейчас уже реконструировали почти 200 метров коллекторов и 4 канализационных колодца. Дмитрий Антипов, Александр Ведерников. Новости ОТС. Инспекторы ГИБДД проверили техническое состояние школьных автобусов. Много ли неисправностей обнаружили, расскажут мои коллеги. Школьные автобусы перевозят самых важных пассажиров, поэтому и требования к ним предъявляют особенные. Инспекторы проверяют не только работу двигателя, тормозной, ходовой системы, но также обращают внимание на состояние ремней в салоне, на работу дворников и омывателей. Исправным должно быть абсолютно все. Водить школьный автобус доверить не каждому. Но для ответственной работы необходим не только соответствующий стаж, но и навыки механика, чтобы техника не подвела по пути в отдаленный район. Проверяем кнопку связи с водителем. Вон дворец. Работает, да? Да, да. Сергей Виноградов проверок не боится. Детей возит уже больше 6 лет. Уверен, на дороге главное – соблюдать правила. Я начинал с детского дома. Надо быть всегда спокойным, знать, что ты делаешь. Двигаться с проблестковым моечком. Как говорится, пропусти дурака, не лезь на рожон. Проверяют и документы водителей, и показания тахографа. Сегодня в Новосибирске на школьные маршруты выходит примерно 40 автобусов. Техническое состояние проверяют каждый день перед выездом. Поэтому и неисправности инспекторы ГИБДД находят нечасто. Сами перевозчики понимают, что перевозят детей. За данными транспортными средствами они ухаживают, так скажем. И всегда приводят их в соответствие со всеми требованиями техническими. Отлички огнетушителей имеются? Обязательно. Сзади. Огнетушители, пожалуйста, достаньте, я посмотрю. Такие комплексные техосмотры школьные автобусы проходят два раза в год. Следующие состоятся в августе, перед началом нового учебного года. Станислав Блинов, Борис Гладких, Новости ОТС. Главный каток Новосибирска больше не принимает гостей. Сегодня рабочие начали демонтаж праздничных конструкций. В первую очередь разберут вагончики, где были раздевалки, прокаты и блок администрации. Но утилизируют не все элементы ушедшего праздника. Сюжет Екатерины Новгородцевой. Еще вчера здесь были люди, а сегодня покататься можно только на ногах. Прокат коньков закрыт. Вагончик, в котором он располагался, уже начали разбирать. Лед увозить не будут. Не просто это. Посыпят специальной смесью, чтобы растаял побыстрее. А вот бортики все-таки придется демонтировать, поскольку в них располагается световая лента. Раннее утро. В центре Новосибирска несколько бригад разбирают каток. На демонтаж у рабочих три дня. Сначала мы разбираем вагончики, обшитые фанерой. Мы сначала откручиваем ее. Помосты у нас обшиты в некоторых местах от раздевалок резины. Тоже ее откручиваем. Убираем сами помосты. То есть само вот это дерево, по которому ходить. Это все будет увозиться на стадион Чкаловец. У нас там склад всего нашего оборудования. Также и вагончики сами будут увозиться, и помосты, то есть дерево. Все туда будут увозиться. Часть коньков на время передадут другим прокатам. Остальные увезут на склад. Облицовочные баннеры сохранят. Их часто используют при заливке катка, чтобы вода не вытекала за пределы формы. А вот декорации свое отслужили. Их отправят в утиль. Будем демонтировать световые приборы, звук. Следом снимать декорации. Под декорациями металлическая основа. Ее тоже разберем, увезем. Ну, должны за сегодня успеть сделать все. Металл, конструкция, свет и звук – это же все прокатное оборудование. Оно сдается в аренду, используется для всяких разных концертов, мероприятий. Оно хранится на складе, организации, в которой мы работаем. Сам каток посыпят смесью уже сегодня. Когда уберут борта, пока неизвестно. Ёлку планируют разобрать в эти выходные. Екатерина Новгородцева, Андрей Руднев, Новости ОТС. Редкие электропервичные часы и артефакты из дома самого Покрышкина. В Новосибирском краеведческом музее новая экспозиция «Собирая время». В двух залах разместили сотни циферблатов со стрелочками и без. И каждые полчаса на выставке кукует кукушка. Алексей Кудинов слушал и рассматривал резетные часовые механизмы. Выставку «Собирая время» в музее открыли без особой помпы. Хотя интерес она может вызвать большой. Краеведческий музей собрал в одном месте более ста часов. Здесь есть экспонаты из личных коллекций, но большая часть хранится в фондах. Музей целенаправленно редко приобретает часы. Иногда они нужны, чтобы дополнить какую-нибудь экспозицию. Часто краеведческому дарят часы известных людей. На выставке есть ходики олимпийских чемпионов, Покрышкина и даже Дуси Ковальчук. Есть предметы, которые любопытно рассматривают не только с внешней стороны, но и внутри. Например, этот замечательный экспонат, который хранится в нашем музее. Это большие кабинетные часы, напольные, которые немецкого производства. Мы понимаем, что часы приехали сюда уже без гирь. То есть они, скорее всего, попадали, может быть, в эвакуационной какой-то группе предметов и так далее из Германии. Обратите внимание на гири, которые были сделаны уже здесь, в Новосибирске. Эти гири сделаны из банок, из свиной тушенки. На выставке много часов с историей. Вот эти еще в прошлом веке использовали в музее по прямому назначению. Часы висели недалеко от входа, но затем были переданы в фонд и стали экспонатом. А экспонаты нельзя заводить. Есть же один нюанс. Нюанс, который мы плачем, но не можем обойти. На самом деле, по закону Музейного фонда Российской Федерации, предмет, имеющийся в составе Музейного фонда Российской Федерации, не имеет права использоваться по назначению. То есть, если, например, у нас есть часы, мы их не должны заводить. Исключение одно. Настенные часы «Маяк». Они выпущены в 70-х или 80-х годах прошлого века. И числятся не в основном фонде музея. Так что часы завели специально для выставки. Кукушка появляется каждые 30 минут. Впрочем, часы старые и могут спешить или отставать. Чтобы этого не происходило, в большом учреждении или на заводе раньше использовали вот такие приборы. Целая сеть до 200 часов подключались к ЭПЧМ. Этот хронометр изготавливали в Ленинграде в начале 50-х. Электропервичные часы не давали сбиться всем остальным. Алексей Кудинов, Сергей Жданов. Новости ОТС. Это вся информация на сегодня, 16 февраля. В студии работала Екатерина Тихомирова. Спасибо за внимание. До встречи. Здравствуйте. Прогноз на 17 февраля. По данным сервиса Яндекс.Погода в Новосибирске ожидается снег. Ветер южный 2,7 м в секунду. Влажность 85%. Температура воздуха ночью минус 8,10. Днем минус 12,14. В последующие двое суток ожидается небольшой снег. Температура воздуха в пятницу минус 5,7. В субботу минус 6,8. На этом о погоде все. С вами была Мария Лунева. Отличного настроения и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин